Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня мы продолжаем разбираться с фундаментальными принципами работы WordPress. В прошлом видео мы разобрали страницы, сегодня поговорим о записи. Вообще классический WordPress это блог, то есть какое-то количество записей, вынесенных в виде анонсов на одну или несколько страниц в соответствии с датой публикации, то есть новой наверху. На нашем сайте классический блог, это пункт новости. В админке все новости находятся в записях и мы можем добавить еще одну. Возьмем ее сайта теплицы, заголовок и собственно статья. После публикации запись появится в интернете, но также как со страницей в прошлом уроке, если мы ее ни к чему не привяжем, она появится нигде. Страницу мы привязали в прошлом видео к пункту меню, а новость мы привяжем к рубрике. Новость это запись блога, а блог у нас ранжируется по рубрикам. Здесь также есть постоянный URL, то есть это новость, это еще и отдельная страница, мы можем давать на нее ссылку или вставлять куда-нибудь эту ссылку, но это все-таки не страница, это именно запись, то есть одна из записей в ленте новостей. Сейчас я быстро добавлю сюда какое-нибудь изображение, а то как-то некрасиво. Опять же про оформление статей мы будем говорить отдельно, так что не обращайте пока внимание на то, что я делаю. Добавили изображение, не забываем обновлять, и вот такая появилась у нас новость. Потом мы можем добавлять еще и еще и еще, это будет спускаться вниз, новые будут появляться наверху, потом и они будут спускаться и так далее. Пока, я думаю, все понятно. Это у нас рубрика новости, других рубрик у нас на сайте пока нет, заведем. Рубрики у нас заводятся здесь, в рубриках. Вообще в WordPress все логично, записи в записях, рубрики в рубриках. И назовем мы ее, например, статьи. Ярлык по-английски, это у нас будет частью URL и добавить. Все, вот у нас появилась рубрика статьи и добавим-ка мы в нее какую-нибудь статью. Опять же с сайта теплицы. Вот, кстати, Александр Гусев, который консультирует меня на этом курсе. Хотите все знать о WordPress, читайте его статьи на сайте. Ой, не туда, а вот сюда надо, а название вот сюда. И здесь в выборе рубрик у нас появилась новая рубрика статьи. Опубликовать. Опять же тут есть постоянный URL, можно давать ссылку на эту статью и сразу добавим изображение, а то я как всегда забыл. Обновить и вот. В записях у нас появилась одна статья, не буду сейчас добавлять новые, просто перекинем в рубрику статьи несколько записей из новостей. Вот таким вот образом мы можем править уже опубликованные записи. Все. Две статьи есть, но где они? Где собственно находится сама рубрика? Пока нигде. Как и со страницами ее нужно к чему-то привязать и логичнее всего ее привязать к новому пункту меню. Ну в данном случае это логично, потому что сайт небольшой, на больших сайтах конечно далеко не все рубрики привязываются к пунктам меню. Есть подрубрики, есть рубрики на которые ведут виджеты или какие-то ссылки из текста, но в данном случае ограничимся просто пунктом меню. Так же как и со страницами нужно найти нашу рубрику здесь слева, но искать ее нужно в рубриках, а не в страницах, что логично. И добавляем в меню. Получаем в меню новый пункт статьи, который ведет на одну из рубрик. А на сайте мы получаем, нет не получаем, потому что забыли сохранить изменения. Мы получаем новый пункт меню, который содержит все записи из рубрики статьи. И каждую запись мы можем посмотреть отдельно. Вот как она выглядит. Ну и давайте накидаем сюда еще несколько статей, чтобы было видно как наполняется рубрика. А вот так она наполняется. Так как запись, которую мы только что добавили в эту рубрику была опубликована раньше, чем свежедобавленные, мы просто изменили в ней название рубрики, но не дату публикации. В ленте она выглядит как старая, ну то есть находится внизу. Имейте это в виду, при публикации. Ну и непосредственно в Кандинском, несмотря на то, что мы часть статей из рубрики новости забрали, тут насколько я понял так настроено, что все, что вы добавляете в записи, попадает в новости. Это так решили разработчики. Если вам нужны только новости в новостях, я думаю вы уже понимаете, что делать. Вам нужно добавить пункт меню со ссылкой на рубрику новости. А этот я не буду пока удалять. Видите, тут он ведет на произвольную ссылку. А сделаю его дочерним элементом. Он будет под пунктом меню. Вот у нас старая ссылка на новости, где собраны все записи. И вот новая ссылка, где лежат только новости. Последнее, о чем нужно сказать, это метки или теги. Вот у нас есть статья и вот внизу у нее теги. Сейчас я разверну экран. Вот, например, Вельский район. И у этого тега также есть отдельный URL, который можно забить в адресную строку и вы попадете на страницу, где собраны записи под тегом Вельский район. Выглядит как будто это рубрика, но это не рубрика. Что такое теги и где они ставятся? Вот что такое теги. В WordPress они называются метки и ставятся они вот здесь, при добавлении записи. А вот, тут есть автозаполнение, это удобно. И ставятся они через запятую или после каждой метки можете нажимать интернет. Метки не нужно где-то заводить отдельно. Если вы напишете ее здесь и такой метки нет в системе, она автоматически будет создана. Метки также как и рубрики структурируют контент, но это в некотором смысле низшая ступень по сравнению с рубриками. Люди могут переходить по меткам внизу статьи или вы можете взять URL с меткой и поставить куда-нибудь. Например, у меня есть несколько статей на сайте теплицы по DaVinci. Я создал метку DaVinci Resolve и когда упоминаю в новой статье, что у меня есть несколько уроков по DaVinci, даю ссылку именно на этот тег, ну то есть на эту метку. Заводить отдельную категорию под DaVinci Resolve, на мой взгляд, слишком жирно. Примерно вот так создается и структурируется контент на сайтах под управлением WordPress. Кто скажет, что это сложно, пусть первым бросит в меня камень.